привет привет иван с нами водянов привет вам приветствую привет привет сколько вас привет дагестанцам привет башкирии привет привет москва нормально привет ростов скоро к вам поедем дела голодно привет украина я валяюсь до тренировка была сегодня привет столица тольятти привет армавир абсолютка нет абсолютка я думаю нет постараюсь форму хорошей салам махачкала состояние нормально состояние нормально на кубке дона пока не знаю может быть может поеду посмотреть может поеду выступить привет новороссийск честно говоря сегодня не очень хотелось бы много отвечать на вопросы потому что очень устал знаем гостинина конечно очень устал я чё вышел в эфир спасибо сегодня в принципе тема никакой нет завтра уезжаю на первый турнир вот трансляцию вопрос ответ думаю на следующей неделе сделаем спасибо большое ставрополь поедем завтра поедем завтра в ставрополь турнир чемпионат ставрополь ского края открытый как бы вес ну вот час назад взвешивался бы около 111 с половиной килограмм довольно сухой поэтому выступать завтра буду в обычной форме спасибо да хорошая была не только трансляция тренировка вас отлично спасибо большое спасибо за пожелание посмотрим что там ставрополе потому что форму делать не будем до пик на россию ставрополь едем просто постоять конечно хочется как бы получить место какое-нибудь хорошее но посмотрим как получится там местные тоже будут серьезные да на самсоне я буду конечно для своих болельщиков я буду выступать если все нормально получится если здоровье позволит никто не знает что завтра будет может я завтра до ставрополя не доеду да конечно надо обязательно выступить в краснодаре пресс пары честно напрягаться даже не хочется устал у меня 100 граммов углеводов последние было недели наверное три любишь выпады да люблю выпады 31 годные чувачок надо же чувачок наверное с тобой чувачок в школе учились за одной партой что ты так разговариваешь махачкалу может заеду до на днях увижу с русланом потому что русланчик приедет за меня поболеть из махачкалы в ставрополь может быть с ним тоже сделаем трансляцию да он сейчас москвы едет гонит машину и я думаю спасибо сочи кстати 4 по моему числа до турнир в сочи хотел поехать но насколько знаю призовой фонд не делает поэтому как бы тяжело руслан мне писал говорил что он будет с русланом и с вами тренироваться да спасибо большое новые поступления спортпит у меня спортпит в наличии сейчас есть довольно много как говорится спортпита сейчас дома я думаю завтра или в понедельник еще придет партия а через неделю уже будет наверное новая партия завода питания просап будет очень много говорится интересной продукции майки просаповские есть так сейчас лохов будем банить сразу так пидорасы у нас идут лесом да тут в интернете меня каждый день не по 10 раз вырубают с двоечки всякие колхозники интернет-герои всякие привет привет всем креатин да я пью креатив кто кто рядом с русланом передайте ему большой салам скажите что я на связи пусть уходит с водяновым да мы в одной категории как бы он свыше 100 а я свыше 100 спасибо днепропетровск нагрузку лучше чувствую в ходьбе на квадрицепс я занимаюсь бодибилдингом я профессиональный бодибилдер привет львов привет адыгея ну сейчас я креатин не принимаю как бы а так повседневки конечно дагестанец я по нации блин еще кто-то был каждый день одни и те же вопросы я устаю отвечать да яйца надо кушать очень полезно я если честно вот вы говорите что я кого-то игнорю честно вам скажу что я не вижу ники кто мне пишет на самом деле с этого расстояния потому что иначе мне придется вот так вот сидеть поэтому я вижу как бы ну вопросы вижу а ники они более мутные да тура я узнаю тренируемся в одном зале с тураевым в алейкум ставам казахстан да перед соревнованиями я с креатином стараюсь не связываться если честно занимаюсь величка или кулаев он я не знаю дата смотреть оба хорошие занимаюсь уже 15 лет если дело идет о не знаю я про левзею рибоксин креатин полезно левзе я не знаю салам алмата нет такие майки только в америке такие майки только из америки присылают мне и скоромному в россии в продаже их к сожалению нет креатин креатин пью каждый раз после еды по чуть-чуть нет карты про к сожалению нет еще видно не дорос я до карты про надо сначала россию выиграть да я не настоящий ваших девочек там знакомых рты сиськи силиконовые жопа настоящие а я компьютерный зато знаете как мы не настоящие мышцы могут пизды дать вы себе даже не представляете я думаю это самое главное это подборка дебилов это потому что я включил геопозицию геолокацию и все кто там видят краснодар дабы будем банить будем банить беспощадно девушка есть сейчас придет уже едет домой с работы у него презентация она работает в фирме дизайнером сейчас приедет будет не готовить на завтра кучу еды я хочу жрать постоянно да она занимается со мной в одном зале спасибо большое да она мне очень помогает на самом деле очень я вам скажу честно что очень много зависит от того какие люди рядом с вами особенно для спортсменов меня девушка хорошая привет 111 с половиной недавно был основной заработок да в принципе много я много где могу зарабатывать сейчас как бы полегче жить чем два года назад откровенно скажу сколько лет двадцать семь на четыре года младше меня девочка гербалайф я если честно даже не пробовал не могу сказать нет на соревнованиях ничего не платят на соревнованиях ерунда какой-то какая-то происходит соревновательный вес не знаю посмотрим прошлом году вышел в категорию свыше 100 а вес был ровно 100 100 килограмм стоял на сцене как бы ну в принципе хорошая форма была какое последнее место работа я вообще не работаю ну вот видите как бывает добро пожаловать кого видишь топ-3 ну топ-3 не могу сказать кого я вижу как бы из серьезных соперников много макеев тронов кузнецов это те кого я знаю а еще сколько которых я не знаю до живухин молодец я думаю что живухина может много чего получиться если он будет точно также прогрессировать живухин молодец за рубежа ну всегда нравилась форма кивина левроне всегда нравилась упертость роник олана дарьян ятса нет я очень веселый человек сам по себе очень весел конечно это нормально это отлично так как я выгляжу я думаю если бы тебе дали возможность ты тоже так же выглядел просто не можешь поэтому пишешь комментарий не кайгрин нет нет кайгрин нет свадьбы не знаю пока не решился да я довольно добрый человек знаете как на самом деле помощь молодым атлетам я бы готов был оказывать помощь молодым атлетам если бы спортсмены были серьезные обычно молодые атлеты через 3-4 месяца немножко подкачавшись одевают майки выходят в парк и кадрят там телок вместо того чтобы ходить на тренировки потом приходят как доходные дрыщи в зал блин к сентябрю к октябрю месяцу и просят обратно их начать тренировать как бы если есть серьезные действительно люди которые работают на результат я готов помочь конечно просто чтобы это было серьезно они впустую нормально тренировки хорошо идут на самом деле только тренировки сейчас и идут в течение дня сил очень мало привет моздок на раз не знаю в интернете есть видео 190 на 4 на 6 я жму максимум было 200 на 6 но к сожалению видео не снял нет к джоев мне вообще никак не нравится не как бодибилдер не как человек не знаю я просто включился потому что люди попросили так как у меня первый старт завтра хотят там и вопросы позадавать как я себя чувствую трансляция в скайпе если вы про консультацию то 3000 о чем не к джоев будет нравится мне девушки нравится зачем не к джоев нет я к сожалению не видел тренировку водянова потому что у меня была своя тренировка трансляция если в скайпе два часа как бодибилдер почему не нравится но не знаю вот все говорят что у него хорошая форма или кондиция во первых его как бодибилдера на сцене уже года три наверное не видел химик физик математик вес 110 это ну смотря какой если качественно это хороший вес относитесь к фарме до 30 абсолютно нормально после 20 абсолютно если нет нормально я не бываю как нервный там там на диетах там что у меня психозы были нет я уже профессионально к этому отношусь знаете если раньше было так что я заходил в магазин на диете смотрел на шоколад и силой воли себе отказывал то сейчас я уже все-таки к этому отношусь спокойно я уже не парюсь я просто ем то что мне можно и все в директ блин очень редко я иногда захожу в директ раз в неделю и вижу там по 300 сообщений думаю как я все это пропустил на самом деле у людей может быть кажется такое мнение что я целый день сижу в интернете меня вообще нет в интернете у меня компьютер включен в онлайне целые сутки и я его не выключаю я ухожу на тренировку уезжаю по делам компьютер работает и мне люди некоторые обижаются вот мы тебе пишем ты не отвечаешь я просто во первых не вижу во вторых очень много сообщений по по 300 500 сообщений в день судороги сводят аспаркамп анангин магны б-6 после 20 я считаю что если спортсмен сформированный и у него уже как говорится определена карьера и результат то на его собственное как говорится это его собственное дело колоть или не колоть я составляю программу питания тренировок хорошие программы что надо сделать во первых написать ему он выходит на связь он общается спасибо большое 111 с половиной был час назад полтора часа как научиться не любить шоколадки научиться любить себя научиться смотреть в зеркало и любить себя и тогда если вы будете любить себя с кубиками больше чем шоколадки все у вас получится по нации лакиц и вот один раз отвечаю потом лакиц по национальности до составляю программу и во время скайпа и просто там когда пишут в 42 года гр я думаю надо если есть вариант то надо вес какой у тебя резко кто-нибудь напишите ему сколько у меня вес я уже устал говорить сколько у меня нормальность на загрузке не будет у меня загрузок наверное в этом году село хосрех кулинский район к мастерону хорошо отношусь хороший препарат на подготовке хорошо привет в селе давно был силе мне написать по поводу программ а я не трачу много времени на себя когда девушка со мной и все время трачу на нее да естественно цель стать профи конечно если будет вариант конечно да мне нелегко по крайней мере точно не очень нелегко сейчас и знаете такой у меня уже три недели 100 граммов углеводов у меня я очень тяжело заставляю себя потренироваться полдня сижу дома никуда не выхожу и славик мне на днях пишет и говорит адам тут немножко у нас осталось до чемпионата россии надо немножко жести добавить ягра до сих пор чем у нас лавочка было что ли куда еще жесть утром но я ем фитнес хлебцы гречневые гречневые вру извините ржаны привет на неусухо углеводный притрены пью только в том случае если прям очень реально сильно как говорится тяжело на тренировку идти только в том случае я пью притрен а так это если пью я пью доктор джекил потому что это самый наверное крутой пампер именно пампер мне он нравится больше чем аргинин или что-то другое чая вообще не пью притрены просапс два предтреника есть у фирмы просап один называется доктор джекил другой называется мистер хайд доктор джекил более легкий сильно пампит очень сильно пампит прям до такой степени что несколько повторений мышца просто разрывать начинает ахайд он более такой как говорится штыри щей до соль сейчас ем пока ем я вообще не парюсь им джекил где-то в две с половиной две семьсот в зависимости в каком магазине берете просап сам меня нашел нет к сожалению зрителям даже не был на олимпии ну я ему худой чё делать я стараюсь вес набрать не получается еще килограммов двадцать бы набрать аминобласт это не хардлабовский аминки случайно аминобласт если про хардлабовский то знаю очень вкусные особенно со вкусом меринды ты чё такой шкаф а чё на мне двери я лакированный что ли блядь такие умные были куда никуда не посмотри одни блядь эти как его блядь умники блин да пошел нахер блядь я вам скажу честно я уже об этом говорил спасибо вам большое конечно но очень много у нас хороших парней бодибилдеров просто устают представляете сколько по половину меня я честно говорю у меня иногда голова разрывается когда я просто сажусь на полчаса посмотреть в интернет и включая вопросы которые мне задают ну страшно реально такие вопросы иногда задают что прям очень тяжело с людьми работать бывает иногда общаться конечно я в 15 лет был хорошо накачанного я уже довольно но только на улице и приходится а где еще а где еще только на улице и приходится приемов пищи не считаю где-то около 8 точно сейчас трачу где-то около 160 тысяч в месяц на себя на подготовке это так по примерным подсчетам 160 тысяч в месяц на продукты где-то около 90 наверное наверное где-то так примерно 3 ну давайте просто прикинем да где-то 4 килограмма мяса это примерно около 1000 рублей вот овощи я каждый день беру овощей где-то рублей на 800 примерно плюс яйца яичные белки но если не учитывать того что кое в чем меня спонсируют да где-то 3000 в день где-то так потому что мы если взять яичный белок пастеризованный то меня спонсирует я официальный спортсмен сейчас представитель яичного белка battle kit пастеризованного поэтому у меня проблем нету меня бесплатно обеспечивает а если за свои деньги то конечно думаю тысячи три тысячи три вместе в день выступление в ставрополе были не поверите даже не знаю доедут до ставрополя там посмотрю даже не знаю куда ехать надо знаешь что ставрополь до 4 килограмма мяса примерно в день выходит на фиба да конечно на фиба звали в прошлом году оплатили в этом звали в прошлом году я просто тупо не успел загранпаспорт оформить в этом году решил что надо все-таки оставить представляете это я сейчас был бы на фиба это как мне готовится к турниру если бы я сейчас стоял и по 10 часов тысячи росписи делал я был два дня на sn pro в москве у меня честно кукушка съехала это очень тяжело когда к тебе каждый 10 секунд подходят люди фотографироваться и брать автограф и вот так вот 10 часов работать это очень тяжело аминобласт посмотрите на сайте 5лб спасибо большое сайт 5лб там найдете все что хотите это норма для других нет кто-то есть больше я знаю людей которые едят больше но они об этом не говорят чтобы не было всяких хейтеров которые орут а там почки отпадут или еще что-нибудь вот поэтому люди просто не говорят да есть спортсмены которые едят больше чем 4 килограмма граммов белка ну где-то около наверное 800 точно руслан сам я увидел тебя русланчик тренбалон хорошо нормальный препарат в тем более все меня у меня нет поклонников я уже говорил миллион раз я не могу назвать людей поклонниками фанатами или я не киркоров не дима биланш у меня были фанаты у меня болельщики люди которые болеют за мой результат которые за меня переживают который меня поддерживают да они меня мотивируют я только ради них все это делаю потому что денег и от этого не получаю тренбалон это допинг до масла у ну это у каждого как бы у недели три точно привет воды но я не считаю потому что знаете есть такое как говорит сомнение надо пить три литра воды например или два но это глупо потому что если ты целый день сидел дома под кондиционером если ты не потел у тебя не было физической активности то два литра воды хватит выше крыши если ты весь день провел на жаре у тебя было две тренировки и там ты целый день чем-то занимался то естественно что надо и 5 и 6 литров поэтому нет такого 3 литра воды в день это глупо надо пить столько сколько нужно для того чтобы держать правильный баланс а чтобы держать правильный баланс если хотите точно я вам скажу как держать правильный баланс сутки 3-4 раза вы должны мочиться белой бесцветной мочой это говорит о том что водный баланс вашем организме нормальный и ваш организм просто тупо сливает лишнюю воду значит у вас все хорошо если вы идете в туалет и постоянно моча цветная значит задумайтесь о том сколько у вас воды то же самое если вы выпиваете большую стакан воды там 500 600 миллилитров и в течение 15 минут вас не потянуло в туалет то скорее всего у вас воды нехватка она просто рассосалась вес не идет много есть не обязательно если вы едите 10 раз в день привет рига если вы едите в 10 раз день картошку чипсы салат манную кашу и всякую такую дрянь то мышцы расти не будут лучше есть четыре раза в день но мясо яйца рыбу поэтому от количества еды это не зависит это зависит в первую очередь от качества момент 2 нет вы что я химию не употребляю милдранат нельзя употреблять бабушка употребляет милдранат я не употребляю бабушка на стероидах сидит важнее угли или белки белки все-таки важнее спасибо вам спасибо москва не за что в питере мало продукции будет скоро просап будет везде нет я не считаю себя первопроходцем первопроходцами были закир сулейманов еще в старые годы и алик момент за да это были первые бодибилдеры еще мои тренера им было по 60 лет когда я только приперся в зал скоромный говорит ну скоромный так часто выступает что наверно снова стоит его послушать кстати кто спрашивал по про мою девушку вот она как раз пришла иди к нам поздоровайся сейчас будет готовить мне еду до чтобы я завтра не умер в дороге и поздоровайся с людьми не успела прийти с работы сейчас будет готовить 4 килограмма мяса назад все давай жрать хочу то хватит разговаривать нет не женат пока да она симпатична блин времени последнее время не было если честно обязательно буду стараться чаще выходить за многие да они спрашивают кто ты по нации сказать им кто ты подать татарка она по нации шапка шашка кони и татаро-монгольская ига насчет ног задайте вопрос потому что я пропустил если честно да я отвечу про ноги сейчас про загрузку тоже скажу выпады очень хорошо для ног выпады мертвая тяга до присед выпады мои любимые упражнения приседания выпады до в один день и приседы и выпады если вы это имеете ввиду конечно насчет того что грузится вы знаете у каждого как бы по-разному бывает спасибо огромное у каждого по-разному бывает например я один раз грузился макаронами честно это жопа это жопа такая что блин на хрен больше не буду грузить макароны один раз грузил рисом вообще чуть не сдох думал все хана хлебцы очень хорошо пошли доктор кернер хлебцы вот эти вот они цельно зерновые и где-то за наверное часа два-три до выхода за сцен до сцены я еще начал их медом мазать вот доктор кернер и такой небольшой слой меда очень хорошо прошла загрузка не живот заболел начал сильно вытягивать воду пересушила горло очень сильно кружилась голова очень сильно кружилась голова вот поэтому как бы блин на самом деле тяжело а что касается макарон то живот болел где-то часов через пять когда я уже ехал домой соревнований очень сильно разболелся живот а у меня вообще такого не бывает у меня идеальные как говорится желудочно-кишечный тракт я вообще не знаю что такое боли в животе у меня никогда не бывает каких-то проблем желудком и для меня это очень тяжело было воспринять когда у меня были вот эти вот боли потому что я не привык такое ощущение было новое какое-то слава богу никогда живот не болит но давно не был я там я в дагестане небо уже девять лет практически ну как я ездил ну там неделя может быть дней 10 быстро по друзьям по знакомым и назад последний раз в дагестане был вот в феврале месяце еду за рулем хорошей дороги вам взвешивание но если вы боитесь что вы не войдете в категорию конечно как бы конечно надо кора energy диет мне предлагали кучу бабла недавно кучу бабла мне предлагали energy диет но поверьте мне народ вот кто-то продается а кто-то нет я сказал что я могу сейчас взять это бабло реально суммы не маленькие поверьте мне это либо квартира либо очень хорошая машина я вам честно говорю я говорю ну представьте себе такой момент если сегодня я продам свой авторитет я куплю эту машину а завтра мне никто руки не подаст вот я вам просто гру так как это было у меня они мне писали мы вас познакомим с гостюниным там туда вы я говорю не надо меня ни с кем знакомить говорю я не собираюсь в это дело лезть в тем более у меня говорю контракт с американским брендом питания как бы нет я понимаю людей которые хотят заработать это их не дело они все-таки не наркотой торгуют но я еще раз говорю что понимаете есть такой момент как как это сказать доверие понимаете если ты сегодня на всю страну вот так опозоришься заработаешь какие-то деньги но завтра тебе просто никто не поверит у меня были предложения на очень хорошие контракты с фирмами спортивного питания вот очень но почему я не думаю что мне не стоит тоже грузить как человек зарабатывает вот человек зарабатывает еще раз говорю но он не торгует сигаретами там или там водкой выпивка или что-то еще но конечно как бы ну личное дело каждого хотите как говорится проявить свой негатив гостюнину не покупайте у него энерджи диеты все покупайте что-нибудь другое да на самом деле конечно это лохотрон конечно конечно это в этом в этом как говорится спору нет вы знаете очень тяжело спорить с даяном ядсом вот честно я я полностью сторонник приседаний и мне помогают только приседания но как бы как как я могу поспорить с дарьяном ядсом когда он величайшая звезда бодибилдинга значит либо я чего-то не понимаю либо просто у нас с ним организм разный невидимо пишу я не все успеваю понимаете я отвечаю на вопрос я не юлий цезарь я не могу одновременно отвечать на вопрос и читать то что мне пишут поэтому как бы не не обижайтесь я вот то что в глаза попадается то и на то и отвечаю 40 50 из без желтка да без желтка да с желтком нет все хана конец я могу сказать честно что если у вас нет проблемы с печенью и там с желудочно-кишечным трактом до 10 цельных яиц здоровый взрослый парень в день может съедать 10 целый вот а что касается 50 белков вообще я смысла не вижу зачем так много если только подготовка к турниру ну джейк атлер 130 белков ел яичных например вот ну человек готовится к чемпионату как бы в повседневной жизни ну если вы только яйца едите если другого белка нет тогда наверное да если как бы мясо нет нет я я бы столько не съел вот честно я ел 50 яичных белков в 2000 если не ошибаюсь по моему четырнадцатом году да это ужас это 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 жопа мне с мясом легче все таки я не с яйцами у меня потяжелее да конечно секс и подготовка совместимы у меня регулярные секс и тренировки казеин не творог не казеин казеин с одной стороны это хорошо но не знаю к творогу вообще плохо отношусь да лучше казеин давайте если выбирать или или лучше казеин конечно спасибо за лайки кстати извините что не оценил вашу активность отвечая на вопросы спасибо большое это очень приятно нет ну я еще раз я очень благодарен болельщикам за то что они в меня верят и верят что я могу выиграть чемпионат россии это говорит о том что видно форма моя импонирует людям но я хожу по реальной земле как бы я не против честно вот подклянусь я не против я только за а как получится посмотрим спасибо да я стараюсь форму выставить и спасибо за пожелание до 100 плюс насчет ставрополя я сразу хочу сказать своим болельщикам не судите меня строго если я буду не в предельном рельефе потому что это просто проходной турнир если кто хочет оценить мою истинную форму в этом сезоне сделайте это пожалуйста на чемпионате россии и наверно на чемпионате все-таки на самсоне я тоже буду делать ядерную форму все что будет до этих турниров это мы услуг славик дал мне задачу ни в коем случае да на самсоне да и бог буду 20 с 21 по 24 25 россия вот славик дал мне задачу не терять ни грамма мышечной массы до чемпионата россии спасибо вам огромное не никаких сливов никаких загрузок ничего ничего да бои конечно смотрю конечно у меня сейчас на первом месте из любимых видов спорта именно смешанные единоборства если раньше я очень любил смотреть вольную борьбу и бокс то сейчас почему-то все-таки и правила как-то постоянно меняют вот мне как-то сейчас больше импонирует все-таки смешанные единоборства просап просап сами предложили мне контракт в начале такой простенький кстати я не договорил макгрегор тяжело что-то говорит о макгрегоре боец он конечно хороший да за хабиба болею да боец он конечно хороший но вот это вот грязь которая сейчас пытается на него лица я не знаю как комментировать эту ситуацию как бы но не хочу по мэнс физик я уже говорил нормально отношусь к мэнс физик славик ведет все славик ведет абсолютно все просапс приедут на сн про насколько я знаю вся полностью представительская команда просапс будет на сн про в москве в этом году выстрелили плечи после того как стал больше времени уделять именно до единоборствами занимался профессионально плечи стали расти именно после того как стал уделять внимание изоляции причем скажу вам честно 13 лет у меня плечи не росли вот если посмотрите старые турниры плечи были ли реально слабенькие сейчас я очень хорошо их прибавил прям разительно мне сейчас люди говорят а дам у вас большие плечи и ям коллиман без без вариантов коллиман охранником проработал четыре года охранником про балину адская работа до проработал охранником и в дагестане и в краснодаре всегда хотел накачаться всегда до аркаша тоже много из белка я 200 килограммов жим на дельта делал в хаммере это разные вещи если брать именно штангу то максимум мой был 150 на 18 повторений это на переднюю дельту не за голову ним на переднюю дельту 150 на 8 на 18 повторений это был топ-3 на плечи махи на задние дельты жима за головы в смите махи стороны или тяга к подбородку я очень стараюсь добавить руки поверьте мне я да помню фильм если я пытаюсь добавить все не только руки но если бы это получалось если бы это можно было бы сделать вот так наверное было бы хорошо ну пока не получается кстати хочу дать вот может быть мои слова будут какой-то маленькой мотивации для молодежи вот насчет руки как раз про объема хотел сказать люди в 21 год объем моего бицепса был 51 сантиметр сейчас мне 31 год и объем моего бицепса в моздоке был прошлом году в декабре и сейчас мне 31 год объем моего бицепса 51 сантиметр 10 лет я рвал жопу и не набрал ни одного сантиметра но поверьте это совсем разные руки которые были в 21 год и сейчас поэтому не смотрите на объемы смотрите с коронного как руки накачать это я так понял это этот сарказм пошел в этом году но не знаю по планах нету а так может быть заеду поэтому как бы скажу честно что объемы это все на самом деле вот это замер замеры лентой это не показатель добрый вечер в 15 лет я посоветую хорошо питаться и тренироваться нет генетика у меня точно нехорошие честно вот с генетикой мне многие может быть говорят что у меня сколько углеводов на массу от 3 грамм до 5 я думаю на килограмм вес это самое то но нет вот пауэрлифтинг не слежу у гритов может по моему кого угодно подготовить у гринов что углуба у гринов всемогущий икры вот икры наверное да икры это скорее всего все-таки генетика по же икры у меня были всегда икры были всегда в чечне был до прошлом году я был в аргуне в моздоке в грозном нет родственники не занимаются бодибилдингом сожалению все вопросы пишите в контакт там я точно все это буду рассматривать и вы достукиваетесь потому что я не всегда вижу сообщение их очень много в чем заключается особенность тренинга он тебе просто говорит если ты завтра не сделаешь столько сколько я тебе скажу может собирать шмотки валить на хрен отсюда куда тебе пока их вот и все он когда мне звонит и говорит адам сколько ты последний раз приседал я говорю там 230 или 240 завтра будешь 280 игру сколько он потести не нравится может просто валить и ты сидишь у тебя два дня играет . ты не знаешь что сделать чтобы пойти по приседать все таки эти 280 и варианта нет ты два дня у тебя психологический стресс такой что когда ты приходишь в тренажерный зал мозги просто но последний раз вот на видео которое вы видели был 245 на 7 раз я сел в конце тренировки 208 290 на 6 было 290 на 6 полностью 315 на 1 310 на 2 300 на 3 тренировка стоит всего 800 рублей тренировка идет почти два часа вот как бы очень лояльные деньги никакие там полторы тысячи 3000 5000 как многие там тренера берут нет 700 рублей тренировка спина отлично великолепно после того как стал работать с угридовым все стало 18 лет выполнил мастера спорта международного класса по жиму лежа вес 96 собственный 190 выжил без экипировки под 15 лет у меня руки были большие потому что все остальное было худой а руки я качал в 15 лет руки были у меня при ну как преобладающей частью тела а потом когда мозги появились я стал тренировать все остальное руки стали как бы нормально проблема со спиной нужно приседать я уже говорил что у меня были страшные травмы просто как у меня в 2013 году был компрессионный перелом позвоночника в 19 лет у меня было ущемление седалищных вылет 4 5 позвонка сейчас у меня две грыжи 3 протрузии или наоборот я уже не помню потому что этим к врачам не хожу и я приседаю питер я по-любому буду влететь через питер в мурманске сначала прилетаю в питер несколько часов питере потом в мурманск любимый атлет всех времен и народов блин не знаю честно парни не могу прям так выделить не могу не знаю несколько есть спортсменов которые мне нравится ронни в том числе да зал находится город краснодар котлерово 15 олимпия клуб нет спина уже не болит я уже об этом говорил что раньше я раз-два в месяц просто валялся в постели из-за жутких болей в позвоночнике последние шесть лет я забыл что такое боли спине я шикарно тренируюсь в питере никак я буду всего три часа буду спать и жрать и готовиться к чемпионате россии чемпионату россии атлет из украины а шабуни у нас белорус так украина блин может кто-то и нравится но я может быть точно не знаю как бы ну откуда он где-то так так не могу сказать если взять ближние наши зарубежья бывшие страны ссср белоруссия вот шабуни молодец шабуни кривой это по моему которую славика тренируется если вы о нем да он крутой да он молодец чемпионат европы да он там выиграл или что надо делать тяжелый жим скажу насчет жимов например я жму там 200 килограмм начинать с экстензии переходить на становые тяги в большом количестве повторений приседы в большом количестве повторений и в зависимости от того как реагирует спина потихоньку добавлять нагрузку спасибо большое блин я потерял вопрос что блин не задали вопрос я ответил на другой потерял извиняюсь а про грудь да если взять например такие упражнения как жим лежа я например когда жму 180 например на 8 я сказал вам честно что грудную именно закачку именно накачку я не чувствую не чувствую вообще основная задача идет преодоление все таки веса максимального то же самое 140 150 160 как только я отпускаюсь на вес где-то в 120 килограмм грудная начинает просто разрывать вот этот тот вес который идеально контролирует полностью вот для чего я делаю силовые подходы я делаю силовые подходы для того чтобы увеличить свою общую силу и естественно если я увеличу общую силу то я смогу работать более комфортно уже с весом не 120 а 130 килограмм это конечно даст свою как говорится положительную прибавку на грудь если вы видите вот сейчас в перископе вот я не знаю как бы видно как там насколько трансляция хорошо показывает у меня вот верх груди как бы сейчас довольно такой неплохо прокаченный если видно вот верх груди хорош хорошая мышечная масса у меня ее не было вообще у меня с верхом груди было просто беда просто страшно и я как говорится нехватку своей генетики которую мне к сожалению природа не дала я заменил как это говорит когда количество плавно переходит в качество я долбил уже восемь лет подряд я начинаю грудь с верхних пучков и вот все-таки добился что у меня вверх груди все-таки нарос наросло мясо потому что восемь лет блин отдал нет спина со становой тягой просто аккуратно я например не не воспринимаю становой тяги с предельными весами потому что мне кажется что это больше приносит вреда чем пользу я думаю что становая тяга меньше восьми повторений лучше не отпускаться при грыжи я уже говорил начинать с минималки это экстензии гиперэкстензии вот такие которые не грузят целенаправленно осевую нагрузку на позвоночник а как только мышцы спины начнут говорится набирать тонус и силу переходить уже на легкие какие-то становые тяги и в зависимости от того как прогрессируете добавлять веса добавлять нагрузку и все будет нормально на 1 я жду я не делаю у меня спина больная как бы всего доброго приятного аппетита вот я не делаю на 1 становой тяги я обычно делаю там 140 150 раз на 30 нет пепси пью и сейчас пойду пить пепси тоже еще пью пока вам тоже всего хорошего топ-3 на спину наверное верхние тяги это я беру сразу и подтягивание широким хватом и верхняя тяга да это аналоги тяга в наклоне тоже аналог либо тяга в наклоне классическая либо т-гриф становая тяга нет газировки не вне сладкие газировки конечно если с сахаром если диетический нет ничего плох как бы не скажу что это что-то хорошее но и ничего плохого до скольки блин чем больше тем лучше конечно конечно чем больше тем лучше гормональные это надо у врачей наверное какие-то определенные моменты все-таки надо диагноз сначала определить все же делается через диагноз даже врач вам по интернету не ответят как он лечится привет майкл на бицепс о миллион на бицепс очень много упражнений очень даже все не перечислить бца я пью аминолинкс от просто пью почти с каждой едой пищи вообще очень вкусный блин прям как наркотик шашлык если нету массово ничего если просто на приезжая в астрахани 21 мая турнир может быть приеду астрахань может быть 21 мая до вас доберусь далеко конечно но блин хочется мне съездить в астрахань повидаться с дэном малеевым поэтому может быть доеду до вас есть смысл конечно и что вы так сейчас говорите как будто бы есть жизнь как будто люди делятся до две части с одной стороны натуралы с другой химики анализы раздавать всем натуралы тоже болеет у натуралов тоже бывают плохие анализы поэтому надо сдавать все убить одну мышцу в день за шею нет не качаю потому что когда я качал шею занимался профессионально боролся борьбой качал шею целенаправленно я себе раскачал до объемов 56 сантиметров она была вот такая вот огромная больше ушей я получил таких люлей от славика что он мне просто больше не дает ее качать у меня не разрешает не разрешает качать шею потому что может нарушиться пропорция как бы она она не маленькая да ну больше не дает больше не дает вот как атрофировать трапы то же самое я четыре года не качал трапецию потому что она у меня была настолько огромная а плечи были маленькие и я диспропорционально очень выглядел вот четыре года я не качал трапецию и я ее начал делать только сейчас потому что плечи все-таки более менее вышли на уровень поэтому приходится трапецию тоже наши наши много упражнений на самом деле плечевой сустав только к врачу ходить сдавать анализ надо узнать первопричину воспалительный ли процесс артроза хондрозы там мандрозы все остальное что почему болит надо сначала разобраться может есть какое-то механическое повреждение может есть какое-то уже именно болезнь сустава или связки поэтому надо именно идти к врачу а многоповторка трапа многоповторка и с маленьким весом никаких больших весов потому что трапеции как и икры вы их просто не дотянете вот эти вот короткие микрооргазмы на трапеции с большим весом ничего не дадут надо милдранат я уже говорю я билдранат это химия нет нет я уже ухожу на самом деле потому что мне приготовили еду и мне надо собираться считаю шварценеггера легендой да вот знаете давайте я вот недавно как раз что-то на этот повод что не хватает малееву так же как и мне всем остальным массы рельефа пропорций это этого не хватает всем спросите филлахита я думаю ему тоже не хватает вот сейчас секунду я вам отвечу насчет там люди когда говорят там хают там бодибилдеров там или там вообще к бодибилдерам очень такое повышенное внимание потому что люди которые сильно бросаются в глаза спасибо большое и я как-то сказал его народ вот задайте себе один простой вопрос кто самый известный человек на всей планете конечно арнольд шварценеггер подойдите к любой бабушке к любому дедушке к любому бомжу к любому ребенку к любому аптекарше фармацевту продавцу и скажите покажите фотографию арнольда шварценеггера и любого другого известного человека майкла джексона майкота кого угодно кого угодно мне пророк мухаммад ну это знаете это подойдите и спросите у какого-нибудь там слесаря он его не знает это вы его знаете я говорю именно об известности не о человеке который много сделал или открытий или чего-то другого то о чем вы сейчас говорите о том что типа делали исследование что на величайшим человеком был признан пророк мухаммад я не об этом я говорю самый известный человек планеты арнольд шварценеггер это человек которого знают все бодибилдер ладно вам спасибо огромное всем кто сегодня были вот я вам скажу честно я очень плохо себя чувствовал и вот я пиве я даже читаю люди пишут что у меня сегодня хорошее настроение это вы мне подарили настроение с вами очень приятно общаться в начале были всякие но правда подняли настроение я думаю что я завтра поеду спасибо большое спасибо я завтра поеду на первый свой турнир вот победы я не обещаю но постараюсь постоять достойно очень хочется попасть в тройку и я думаю что если в гостинице будет вай фай то если еще руслан к нам присоединиться я постараюсь как бы к вам вернуться буквально рассказать о своих впечатлениях о ставрополе о турнире соперников спасибо вам всем огромное спасибо большое все у меня смотрите даже телефон мне говорит что у меня осталось всего 10 процентов поэтому я постараюсь выходить к вам на связь чаще и обязательно выйду с вами на связь когда буду в мурманске я надеюсь в мурманске есть хороший интернет банку на прощание покажу вам пресс вот он мой пресс уже сухой уже готовый готовый к соревнованиям это еще не форма но я думаю что будет все хорошо все всего вам доброго спасибо парни девочки до свидания